Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что такое вообще для тебя фитнес? Да, вот начнем с того, что фитнес – это стиль жизни. Для меня это… Да ты не смущайся, стиль жизни, лайфстайл, как это. У нас вот в федерации принято говорить «дружная семья», то есть президент федерации Биби Сантоха говорит, а всегда говорится вторая фраза, после этого следует, что фитнес – это стиль жизни, то есть лайфстайл. Для меня первая стиль жизни и украшение направления бодибилдинга, если я не ошибаюсь, насколько… Ну как у нас произошел фитнес? То есть появился сначала мужской бодибилдинг, потом затем женский бодибилдинг, и чтобы вести красоты, вести спортивность и вот такого популяризацию, чтобы люди не воспринимали так категорично, что бодибилдинг там все это, там, вероятно, и травматично, все и опасно для здоровья, ну, показали еще и фитнес. Мы там прыгаем, улыбаемся, танцуем, и все, в сущности, прекрасно. Мы – это в том числе и ты, я правильно понимаю. Я, как представитель номинации фитнес, я могу, ну, да, обобщать «мы». Вот. И мне лично нравится эта категория, потому что я была в номинации бодибилдинга, сейчас я уже в фитнесе, мне это интересно, мне интересно вот именно там на сцене, как раз вот эти вот и танцы, и то, что я могу показать. Я думала, что много лет назад забыта моя акробатика, которую я сейчас потихоньку вспоминаю, и мне это нравится. Вот. И проявление эмоций, вот именно не просто в улыбке, а еще в соответствии с образом я могу поиграть. Вот. И вот, в общем-то, как раз-таки в этом выражается стиль жизни, здоровья. Все замечательно, это для себя больше обозначило. Да. А вот, как бы, скажем, для мирного населения, то есть население, которое не числит себя в рядах, так сказать, бодибилдинга, а следит за своим здоровьем, что-то можешь более расширенное, так сказать, рассказать из этого плана? Фитнес, это физкультура. Начнем с того, что, да, вот что от меня требовалось. Да, я, в принципе, пытался. Да, да, физкультура, и потом уже все, понятно. И что у нас, что для нас раскрывает, что для обычного человека раскрывает слово физкультура, физическая культура. Вот, это основа здоровья, здоровье, здоровье тело, здоровье, 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 дух. Мне кажется, а самое главное, акцент сделает на культуре. Физическая культура, да. В сущности, это все и раскрывает. Все и раскрывает, что такое физкультура. То есть, хорошо, то есть, а что такое тогда ГТО сейчас планируют вести? Или вопрос этот не подлежит, да, сомнение на сегодня? Готов к трудовой обороне и фитнес, как-то между собой это сказать, контактит или нет? Готов к трудовой обороне и фитнес. Ну, президент сказал, что нужно, так сказать, водить. Или вы, так сказать, пропускаем этот момент отдельно, заказать, заказать. Понятно. Значит, Люд, ты про фитнес нам говорила, да? А вот, Оля, сейчас я хочу ее услышать. На самом деле, много вопросов. Фактически, когда у нас АНИПИЯ была любительская? У нас она была в октябре. Октябрь, да? То есть, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март месяц. Получается, 5 месяцев лично я занимаюсь тем, что пытаюсь отвечать многочисленным твоим поклонникам, многочисленным твоим доброжелателям, многочисленным недоброжелателям. Камычку недоброжелателям. На подиуме в Праге являюсь фактически претендентом сразу же на получение ПРО-карты и автоматом после получения ПРО-карты выступления на большой взрослой Олимпии в номинации Бикини. И вдруг, бас, блин! Оля весной опять выступает. На самом деле, вопрос мне многие тоже задают. Скажу так, что, наверное, еще не настало то время, чтобы мне можно было перейти в ПРО. Слишком мало этого времени я провела на нашей, скажем так, российской сцене. Хотелось бы еще здесь побыть. Тем более, у меня и контракт с моей компанией, любимый спортивного питания, Геон. Поэтому в совокупности очень много факторов, которые все-таки сейчас не дают немножечко выйти в ПРО. Когда я закончу свою задачу здесь, я уже подумаю. А что, есть такая задача конкретная? Вот я должна закончить задачу здесь. Оля, давай отвечай. Ну, конечно, наверное, лично даже для меня она есть эта задача. Все должно быть по ступеням, поэтапно. Я не могу перепрыгнуть 10 ступеней, чтобы... Нет, 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 подожди, ты уже перепрыгнула, секундочку, солнышко мое, ты уже перепрыгнула. Ты, Оля, значит, наша звезда, которая фактически уже перепрыгнула через ступени, ты выиграла любительскую олимпию. Ну, это все так считается. То есть ты хочешь уже, так сказать, сделать шаг назад, что ли, получается? Нет, почему же для меня это не шаг назад. Это, наверное, больше и опыт нужно получить, чтобы перейти в ПРО. Опыт в чем? Опыт в тренировках. Опыт в подготовке, соответственно. Опыт найти именно себя и созреть для ПРО. Это большая ответственность, конечно. Это нужно ездить за границу, участвовать в чемпионатах международных. Это немножечко все-таки по-другому образу жизни. Нужно все переиначить, перестроить. То есть на самом деле ты еще, как бы, нисколько, так сказать, физически и не в качестве, так сказать, я имею в виду имиджевую туда-сюда созрела. То есть ты еще морально должна созреть и созреть, чтобы этот шаг, ну, логика на самом деле есть. Хотя, так сказать, я бы ответил на своем месте, наверное, так, что я хочу сделать шаг назад, чтобы прыгнуть и... Вперед. То есть мне бы хотелось услышать твое мнение о том, что нужна акробатика, не нужна акробатика, в каком виде она может быть и как, по-твоему, судья вообще может... Как судья вообще, по-твоему, оценивает произвольную программу сейчас? Может оценить так, по-твоему, произвольную программу? Я считаю, что акробатика нужна, иначе это будет просто танец. Просто танец с включением силовых элементов. Для меня фитнес, Luminatsu Fitness в себе. То есть этот танец должен включать в себе акробатические элементы, силовые элементы, элементы растяжки. И судья может оценивать это с точки зрения чистоты выполнения. Акробатические элементы не должны быть сложными, но я думаю, что целесообразно было бы ввести хотя бы... Некоторые критерии, что, к примеру, обязателен фляг, к примеру, обязательный... Это будет следующий вопрос. К примеру, да? Хорошо. Я тебе следующий вопрос задам. То есть, по-твоему, акробатика должна быть. А продолжение именно этого вопроса. Что же это будет? Это будет танцевальная номинация, если не будет акробатики? Что это? Я вышла, станцевала и как бы, ну, сделала крокодил. Там еще что-то. Крокодил – это расшифрованный сердце или расшифрованный, пожалуйста. Прошу прощения, силовой элемент. На самом деле, крокодил – это когда не так вот на одну руку упирается, другую руку в сторону, и еще и ноги там раздвигаются. Да, ну, можно еще и на двух руках делать. Да, можно на двух, но это примерно, чтобы люди понимали, о чем вещь идет. Но, мое мнение категорично – должна быть акробатика, я считаю, иначе это танец. Танцоров и так много, вот, и тогда это уже будет не силовой вид спорта, но это немножечко из другой сферы, развлекательный момент. Мне не... Мне нужно упрощать, я думаю. Хорошо, вот я, Оль, Оль, сейчас, секунду, тебе будет вопрос, на засыпку другой сейчас. Вот смотри, я тебе просто говорю, что ты не сказала, на мой взгляд, вот, а зачем чулки тогда нужны были в твои простые полоизводные программы? А это у меня образ, они не помешали мне. А ты про образ ничего пока не сказала, давай расскажи про образ что-нибудь. Мой прошлый образ или мой будущий образ? Вообще просто, про образ. Интрига, интрига. Вот, но прошлый образ был, да, я была в чулках, это момент переодевания, момент такой, который, ну, я хотела сделать интереснее моя программа. Я вышла в одном образе, там разделась, и оказалась вот в таком и другом виде. Но чулки ведь мои не помешали выполнять какие-то элементы. А не про чулки в данном случае, я говорю, что на самом деле обострение идет, ее расшифровка идет, мы с следующего порядка, ты сказала, что нужно силовые элементы, ты сказала, что нужно акробатики, акробатика, а про спектакль ты ничего не сказала. Я вот про чулки как раз про спектакль хотел сказать. Понятно, актерское мастерство в том числе, то есть мы оценивать еще как можно, то есть должен быть обязательно зрительный контакт. Если я делаю, я не просто делаю, как на репетиции, я не смотрю по сторонам, я смотрю на зрителей, на судей в частности. То есть ты видишь судей? Да, я вижу судей, я стараюсь контактировать. Я показываю судье, посмотрите, я умею так, посмотрите, я делаю вот это. То есть они просто, это танец, когда я из кулисы в кулису, ой, за кулисой в ходе своего танца увидела там друзей, еще подмигнула туда. Зачем это надо? Это правильно, ты выступаешь для судьи? Я выступаю для судьи, я выступаю для зала. А ты чувствуешь обратную связь? Я чувствую обратную связь. Вот реально прям чувствуешь? Я реально чувствую. А в момент, когда ты уронила палку, свою указку, ты что чувствовала? Я конфуз, что я еще могла чувствовать. Кстати, на лице у тебя конфуз действительно был. Потому что я эмоционально. У тебя было, так сказать, это видно было, да. С этой ситуацией мне нужно бороться, и я стараюсь, и я думаю, что у меня постепенно это получается. Кто-то не врубился бы, это сказать, подумали, что она не должна была упасть. Да. Но было понятно по лицу, что она не должна была упасть. Ну потому как я, да, эмоциональный человек, я знаю, что я несу эмоции и не могу с ними справиться. То есть я, вот в чем, я хочу контактировать, я хочу делиться своими эмоциями, и, соответственно, если плохо, то, ой, если классно, то, вот вам, как бы вот так. Я пока что еще не очень научилась справляться с эмоциями, но я не думаю, что это минус. Ты учишься вообще? Учусь, стараюсь, думаю, что получается, надеюсь. Ты читаешь литературу специальную или как? Нет, ну как я могу? Я же не могу найти книжку по изучению. Я не знаю, то есть как ты научишься? Как не показывается эмоция? Вот я, допустим, когда, скажите, у меня эмоции пересиливаю, у меня раньше был этот самый, в аптеке этот самый, покупал таблетки специальные, так сказать. Есть аналог группы А, так называемая, а есть не группа А. То есть раз, таблетку заглотил, и сидишь себе хорошо, и все, и все. Нет, да, не так? Нет, я же не могу найти книжку там по изучению моей личной энергетики, моей личной эмоциональности. Нет такой книги? И таблетку я купить не могу. Так, мне, пожалуйста, здравствуйте, таблетку от плохих эмоций. Вот если тут какой-то негатив, чтобы я не могла. Мне, пожалуйста, только для хороших. Ну ты бы сама бы изобрела такую таблетку, мне бы, может быть, дала. Нет, я стараюсь сама со своими эмоциями научиться совладать и... Учитывая ошибки, да? Учитывая ошибки, мотать это на ус и дальнейшим не делать их. Оль, теперь... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok